Познакомились мы с Валей Бенесьер, ученицей 6 класса Видновской школы номер 7 на уроке литературы. Это один из самых любимых предметов нашей героини. Умение глубоко выражать свои мысли, несомненно, заслуга хорошего преподавателя. Валя, она хороша вот именно в данном случае в школе, да, в своем отношении к предметам, к учебе, своей пытливостью, своим каким-то живым неравнодушным отношением. Ну, вот я, например, как учитель литературы, я очень в ней люблю ее отношение к стихам. Девочка также делает успехи и в изучении иностранных языков. По совету мамы и напутствию преподавателя английского языка, Валя решила написать письмо королеве Великобритании Елизавете II, в котором она поделилась своими мечтами и взглядами на жизнь. Мы разговаривали, о чем она будет говорить, безусловно, в своем письме, и поэтому, как бы, я знала заранее об этом. Мы с ней думали, как это красиво оформить все, но она все это делала самостоятельно. Рассказывала Вале в этом письме, значит, о нашем городе, Ленинский район, вообще город Видное, что из себя представляет красоту, достопримечательности. Рассказала она о своей семье. Письмо отправили, но ответа не ждали, а он пришел. Когда я вот увидела то, что на почту пришло это письмо, я вот удивилась, удивилась сильно, очень просто. Мы не ожидали, что вообще ответ придет. Письмо от Королевства Великобритании вдохновили Валю на написание писем патриарху Кириллу и в Ватикане. К своему посланию девочка приложила стихотворение, которое сама сочинила, призывающее к миру и прекращению войн на земле. Мама увлечения дочери поддерживает. Письмо для патриарха Кирилла мы не писали специально, но хотели поздравить его с Рождеством Христовым. Хотели напомнить, что самое главное в нашей жизни это мир и чтобы он молился о всех православных людях. В годы существования Советского Союза две девочки удивили мир. Юная американка Саманта Смит и наша соотечественница Катя Лычева. Обе они выполнили роль послов доброй воли. Сегодня их дело продолжила видновчанка Валя Бенисьер, став послом мира в дни, когда отношения между Россией и странами Запада вновь наколены. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.